слушай мне сегодня знакомые прислали типа правда или нет прокомментируйте что с 18 числа планируется еще одна спецоперация по украине и там что там будет очень много жертв что она будет такая очень агрессивная я уже не помню само сообщение но в общем суть в том что что-то планируется и люди уже боятся и нам предложили чтобы мы посмотрели будущее давай мы сегодня вот прям вот этот подкаст пишем мы не планировали на эту тему разговаривать но коль пришло сообщение давай посмотрим хотя бы месяца три вперед какие-то моменты вот как мы их чувствуем как они будут развиваться смотри во первых что первое приходит первое да это первая волна к вида затухла надо вторую войну понимаешь да внимание ну-ка сюда куда вы уже ушли внимание вы уже ушли из телеграм-каналов надо быстренько быстренько все наше внимание но бесценно и поэтому внимание вдруг начало уходить как не 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 давайте сюда-сюда-сюда я первое вот это первое что приходит вторую волну все опять вы переживает теперь 2 волна стух третья волна понимаешь это вот вот прям сразу микрон пойдет потом микро вот сразу это вот это одно это вот без вариантов это только так чтобы захватить внимание и вот здесь даже можно увидеть насколько наше внимание бесценно именно наше внимание должен его не коллективного да да тех людей которые зрели на ооанн и когда до Engineers но коллектив своей жизни мира мирами мира мира внимание мира каждых тела то есть она бесценно просто бесценно там где наше внимание там создания там игра а здесь игра начала затухать. Не-не-не, непорядок. Ти-ш-ш. Вторая волна. Вот вообще просто по образу и подобию. Есть такое. Гениально. Пора просыпаться. Пора осознавать. Ведь не просто так. Есть случаи, очень интересные случаи, и они действительно есть в жизни. Когда человек больной онкологией, мы все знаем, что онкология приводит к смерти. Да? Четвертая стадия, да? Но есть ведь случаи, когда онкология внезапно в четвертой стадии. Ты дышь, и нет ее. Что произошло? Вот что произошло с этим человеком? А просто человек пришел к себе. Он просто осознал благодарность к себе, что он, благодаря вот этой онкологии благодарность, благодаря этой онкологии он увидел, что он может погибнуть. что он не так, не видел себя, он разрушал себя, он убивал себя, да? И он не стал разъедать весь мир. На самом деле, люди с онкологией, действительно, ведь они становятся злыми, да? Им больно. Это ведь действительно так. А он не стал разъедать, он просто закрыл эту игру в себе с благодарностью и любовью. и он исцелился. Он стал хозяином своего тела. А став хозяином тела, он просто все с любовью, именно с любовью, с благодарностью закрыл в себе. И он исцелился. Все. Клеточки перестали разрушать, а они стали... Клеточки прозрели. Клеточки прозрели и стали снова работать. Вот, смотри, на самом деле, если даже просто порассуждать и посмотреть на игру на земном шаре сейчас целостно, да? Вот если мы смотрим на тело человека, да, это один уровень. Земной шар – это такое же тело человека, только круглое. Да? То есть оно просто другого уровня игра. И вот, грубо говоря, у человека есть печень, почки, селезенка, там еще что-то. Вот давай на земной шар. Если мы положим тело человека, вот, например, мозг. Пускай мозг будет в США. Да? Вот это мозг. На той части, грубо говоря. И тогда, если мы посмотрим внутри, то где-то желудок и пищевод на кого-то выпадут. Ну, вот пускай Европа будет пищеводом. А Россия станет желудком, да? А кишечником будет Китай. Грубо говоря, мозг отражается в кишечнике. Кишечник в мозге. Болота легкие. А сердце где находится? Вы возле легких? Ну да. Минск – это сердце, да. Потому что болота – это легкие, да. Ну, можно по-разному. Ну, там образно, да. Тут можно. Тут без разницы. Тут можно. Суть не в этом. Суть в том, что, например, поджелудочная железа, там Украина, да, она там поджелудком находится, на крайне желудка. И вдруг поджелудочная железа говорит, мне мозг сказал, что надо работать мне, как мозг. Что я такая сладенькая, я сама могу быть для мозга глюкозой. Да. А мозгу нужна глюкоза, и я буду его глюкозой. И она перестала работать вот так, как надо, да. И весь организм… Сбой пошел. Сбой пошел по поджелудочной железе. И весь организм начал страдать. Весь организм начал страдать, и, соответственно, пошло заболевание. И если мы наложим на этот наверх заболевание, например, онкологию, то уже возникновение тех же самых потоков беженцев – это метастазирование, да. Вот метастазирование сейчас пошло по земному шару. Заражение. Заражение пошло по всему земному шару. И для того, чтобы дальше двигаться, чтобы организм не взорвал сам себя, не самоуничтожился. Не самоуничтожил, да. Чтобы он не погиб, в принципе, чтобы кнопки там ядерные эти не понажимали. то здесь уже принимаются меры, которые говорят, что надо каким-то образом включить работу мозга, мозга, который сможет выровнять работу всей системы. Кстати, когда я вот сейчас говорю мозга, у меня вдруг каждый орган имеет своего представителя. Ну, как правило, это президент, да. И когда я говорю работу мозга, блин, ну это божественный стек. Ну вот все-таки парадоксальное восприятие. Не могу. Оно крутое очень. Оно крутое очень. Блин, это же надо было так постебаться. А ну, вот. Сложно произносить. Представили работу мозга, который должен оплатить работу всей системы. Ну, иногда кишечник, понимаешь, выполняет функции мозга. Четко. А что делать? Либо кишечник через самоотравление и через отравление вот блин. Ладно. Это был крайне удачный пример для того, чтобы подумать. Задуматься. Вы додумайте это сами, господа. Да. Просто вот. Потому что это крайне удачный пример по тому, как работает парадоксальное восприятие. Вот так оно и работает. И ты видишь тогда работу всей системы целиком и видишь, чем это все закончится. Либо поджелудочная железа работает, либо она не работает, либо гибнет весь организм. Потому что ну, либо ее держат на инсулине какое-то время. Чтобы было время. А вдруг изменится что-то. Да. Ну, либо потом прилетает ковид и вместе с инсулином отправляет на кладбище. А откуда такой ковид прилетел? Ой, блин, какой удачный пример. Это вообще невероятно. Вот это потоковое состояние. Вот это мы в потоке называемые. А это и есть искренность и чистота. Посмотри. Ты просто очевидные вещи произносишь, и они настолько простые, элементарные, они видны сразу. Вот просто как прозрачная вода. Да? Да, но надо замутить. Да, но надо замутить, чтобы это прикрыть, чтобы никто этого не заметил. Но на самом деле ведь все по подобию. В психике абсолютно все по подобию. И реальность строится по подобию. Все по подобию. Полностью. И вот когда удачный пример накладываешь такой, то становится очевидно. И ты видишь все последствия, все, что будет дальше. И ты будешь видеть, эта игра пойдет в том русле, как она идет в автоматическом сценарии. Либо ты создашь свойственность. И поэтому смотри, если вот эта дата, 18-я, если сейчас подхватывается, просто подхватывается коллективным сознанием, мы есть промозг. То мы играем. Ну ты играем. Вторая волна ковида, или третья там волна, ну не важно. Играем. Играем, пока не придумаем что-нибудь еще. Понимаешь, потому что... Ключевое пока не придумаем. Пока не придумаем. Вот оно ключевое. Так может быть... Так может быть мы не будем, как это сказать, как это правильно сказать, ждать. Ждать, какой нам сон еще приснится, какой нам подкинется еще сон там, или... Ну это сон мягко, конечно, сказано. Или еще какая-то игра, да? А начнем создавать только ту игру, которую мы хотим сами, да? Именно сами, которая нам интересна игра. И тогда смотри, что получается, когда вот это услышать человеку, да? Ну прямо, я же никто. Что я маленький? Нет. Я как я могу? Вот я не повлияю. Что вы ерунду говорите. Хорошо. Смотри, что я скажу на это. Хорошо. Не хочешь такую игру? Ну, ты же ходишь и переживаешь. Ну, играй тогда в эту игру переживания. Что ж ты будешь создавать? Так может быть подумаешь, ты будешь переживать, пережевывать, да? Пережевывать. Пережевывать, говорят. Или ты, да, или ты будешь создавать красивое. Ведь ты все равно создаешь, пережевывая, извините, что, да? Отходы. Или ты создаешь, это разница. Так может... Вот смотри, если мы сейчас переходим к созданию, то, что бы мы хотели видеть в создании? Ну, зачем пережевывать? Ну, ребята предложили такую игру. Нам она не нравится. Она не нравится вообще. Мне нравится другая игра. Смотри, то, что я вижу. Опять-таки, вот коль прет уже по этой карте, не могу я от мозга отцепиться от этого. Блин, просто стоит перед глазами такой гениальный мозг, что просто, я храню, вообще зацепился. Невероятно. Вот смотри, мозг оставим в стороне. Но между мозгом и кишечником, да, как минимум, есть легкие сердца. Так вот, через сердце здесь у нас находится зона чувствительности чувств. И зона чувств нам, она не врет никогда. Она говорит, душа наша говорит нам, подождите, чтобы навести баланс между мозгом и кишечником, на самом деле, надо, чтобы сердце пришло в баланс, чтобы кровь качалась, чтобы организм дышал, потому что, если становится дыхание и сердце, все, организму кобздез будет. Значит, что надо для этого? Надо, чтобы денежные потоки, пищевые потоки между кишечником и мозгом шли нормально. А это значит, сердце и легкие должны работать нормально. Значит, здесь должен быть свет, здесь должен быть единый банк, здесь должен быть единый офшор, который сейчас, вот просто система показала, разбросав офшоры где-то там по островам, сейчас это все заблокировано, и люди, которые питали, да, своим желудочным соком, своими миллионами, другие страны и континенты, должны задуматься, а что же вы делали? А почему вы не питали свое сердце? Почему вы не сделали действительно свободную зону, официальную, законную, чтобы вы не прятались, как черти? А вы были действительно не за чертой, а были в свету. Сделать это все официально, свободную экономическую зону, где будет банковская система развита, где айтишная будет развита, где вот все, что касается потоков, связанных с дыханием и с кровообращением системы, оно должно быть здесь, да, и тогда легкие и сердце качает и работает, и тогда система, мозг получает свой кислород, и тогда кишечник получает свое питание, и тогда система начинает выживать, и тогда онкология выключается, тогда априори, у желудка есть что есть, он знает, какие ресурсы направлять в Китай и какие ресурсы отправлять в Европу, сердце, дыхание работает, это априори, если вот просто положить, то тут прямое создание идет, в Белоруссии должна быть свободная экономическая территория, где должны быть виды всех финансовых операций, включая то, что считают отмыванием, включая то, что считают преступным, потому что, вот я вам сейчас буду говорить безумные вещи, но возьми ту же самую Мексику, наркодилеры, казалось бы, получили эти деньги на наркотиках, там такие сяки, они выложили, отмыли деньги, через что? Через свои эти парки, экстрим-парки, через туризм, они выстроили... Такой поток туристов, поток туристов, и смотри, это самый безопасный экстрим-парк, который есть в мире, это Мексика. Да, да, да. Но это же наркотические деньги, отмытые деньги, да какая разница? Вы вложили в церковь, покажите мне хоть один парк, чтобы они построили, куда они их вкачали? Виной в сигареты? Церковь, 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 церковь. И в строительство зданий, когда уже в низинах, у нас в Сухарево строят возле Диви-Велка этот новый парк. Я думала, там бассейн строят, а потом еще один храм построили. Ну сколько ж можно бесплатно землю раздавать? Конечно, ну да, везде. Просто везде-везде. Просто натыкали. А что вы для людей сделали? Где вы для людей сделали? Так вот, да. Что у нас везде-везде начинает расти? Само по себе. Онкология начинает расти. А на участке? Бурьян. Бурьян. И он что делает? Глушит. Глушит. Вот этот бурьян сейчас и растет. Потому что хочешь смотреться в отражении Бога, дай ему возможность развиться до Бога. Стань создателем. Стань создателем Бога. Да, стань создателем. Хочешь видеть в отражении Овна, стань создателем Овна. Что хочешь, то и создавай. Это твой выбор. Что посеешь, то пожнешь. Но ты пожнешь в своей жизни. Не в чужой. Только в своей. Потому что в своей жизни надо сеять Богов, чтобы видеть отражение Богов. Хочешь видеть, создавай Богов. Создавай условия для развития Богов. А если ты ленишься туда, тебе Овнам. Да. И создавать тут не надо. Ты просто будь и все. А иначе Овен. И ты греховен. Греховен, да. И потом плачь, что хочешь, делай. И при этом считаешь, что ты духовен. И ты считаешь, что ты, да, очень церковный человек. Церковный. Церковой. Кто у нас церковые? Дрессированные. Ну, с представлением. Ты же видишь все гипнотическое представление. И это просто настолько очевидно, что вот просто всего лишь, что надо, это остановиться и не отбивать информацию, а научиться ее слышать. Хотя бы слушать. А потом и слышать начнешь. Научись хотя бы слушать. А смотри. Вот здесь, когда мы говорим о слышать, вот здесь всплывает один момент. Тот момент, который мы описывали в голове, когда науку описывали, да. Вот для того, чтобы научиться слышать, надо, чтобы был опыт. Да. То есть надо, чтобы у тебя был опыт свой собственный. И тогда ты можешь слышать. А обычно человек имеет опыт с возрастом. А с возрастом человек садится на кресло сатаны. Да. И он боится потерять свое место. И он под это дело готов лгать. Ему нужна лезть. Ему нужна ложь. Ему надо на преклонение там и так далее. И это все закрывает уши и глаза, как повязкой завязывает. И человек не в состоянии слышать. Он имеет все возможности для того, чтобы слышать. Но у него забиты глаза и уши лестью, ложью, пресмыканием, служением, услужливостью, еще чем-то. То есть гордыня вообще перекрывает. Я же на троне сатаны. Так вот, да. Даже трон сатаны искажен. Даже трон сатаны. Очень сильно искажен. Ну вот смотри. Но при этом, если допустить, раньше это называлось мудростью. Вот даже прикол. Кому-то старость приходит с мудростью, кому-то с альцгеймером. А кому-то одна. А можно вообще, чтобы она не приходила. А можно вообще, чтобы она не приходила. Давайте в это поиграем. Да. Так вот, когда старость приходит с мудростью, как минимум, пускай приходит, но вот она приходит с мудростью, то тогда у человека глаза и уши открыты. Но это о мудрости. Это мудрость тогда. Но опять-таки это другой уровень развития сознания. Осознанность. Да. Опыт – это знание, да? Знание. Да, знание, полученное через физическое тело, через проживание. Через опыт, через проживание. Это самое ценное, на самом деле, что есть у человека за жизнь. Да, да. Так вот смотри. Это получается, если брать по образу и подобию, человек, если не пользуется опытом своим, не пользуется знаниями, он проживает следующий день так же, как тот день. Как предыдущий. Дольше и что, о чем это? О круге сансар. О день сорока. О циклической ошибке. О циклической ошибке. Так вот, может быть, будем учиться вспоминать свои знания, свой опыт, да? И помнить. И слышать. Слышать. И слышать. А не закрывать его для себя, закрывать, закрывать и просто вот идти, опять хочется сказать, как баран. Опять, видишь, четко. Вот русская речь невероятная. Русский язык, он должен быть основным языком в мире. Так он не то, что должен. Это санскрит, по сути. Это слово санскрит. Это и есть. Это и есть. Это и есть реченька. Русская речь, это и есть реченька. Это та и есть чистая вода. Тот чистый источник, тот искренний, который сейчас очень хочется. Закрывается. Смотри, молодежь переходит на эти сленги, да? Или как он, слоганы, слоганы. Собачьи. Да. Абсолютно. То есть максимально закрыть русскую речь. Ведь в ней, именно в русской речи, знание. Там чистый исток. Там сила. Там наша сила. Она пропитана каждой. Любого человека возьмем. Это не касается только русских. Это любых людей. Англичан, немцев. У всех, у всех эти реченьки есть русские. У всех. Потому что это наша речь. Русская речь. Это самая сильная речь. Модернизирована в разные языки. Да. И настолько важны вот все эти искажения. Как только пошли искажения. Ведь вот эти слоганы, это и есть искажения. Вот это и есть трещины зеркала. Когда искривление, искривление. А потом оно же дает тоже искажение. Искажение пошло. И в то же время, кто у нас не обладает речью? Собачки. Ну, животные, да? И если наша молодежь начинает разговаривать с слоганами. То есть, не сутью, да? Это разные вещи. Когда ты говоришь сутью, и когда ты говоришь слоганом, то это куда направление? Животное разговаривание. Да, на понижение сознания. Сознание коллективное. Давай мы вернемся к началу разговора. Давай. А то нас унесло. Ну, давай. Все-таки мозг сыграл. Интеллектуальный, очень интеллектуальный мозг. Так вот, если вернуться к началу разговора. Давай вот на три месяца. Как потечет жизнь вот сейчас? Ну, предыдущий наш прогноз, то, что мы до 10 апреля, насчет того, что будет информационная просто помоя лица, мы уже сказали, оно все уже закрылось. Оправдалось, кстати, ровненько к назначенному сроку, к 11 числу даже дождь прошел, такой смывающий все. Мне даже фото прислали, как там дождь лихал. Если исходить вот из того, что уже есть, да, вот именно есть, не вот как оно есть на самом деле, то у меня идет, сейчас скажу, во-первых, фон идет, знаешь, как песочный, глинистый, при этом влажный. То есть как... Вязкий. Вязкий, да. Идет вот как этот, грязь, грязь, растоптанная грязь. Грязь будет подниматься, растоптанная грязь. Да, да, да. Сейчас будет меситься грязь. И причем он ложится вот прямо на апрель остаток, в мае очень активно, прямо как грязь, она как, знаешь, расступается, кстати, расступается. Раскапывать могилу. Слушай, прям вот она как это. Вот, раскрываются, будут подъем трупов и так далее. Поднеслись, растоптанная. Именно влажная, вот эта грязь, именно такая грязная, жидкая. Очень сильно май, очень сильно на... Очень сильно грязи поднимется. И прямо вот, ты знаешь, я... У всех трупов, скелетов, из шкафов будут доставать. Тут еще кое-что. Тут еще другое. Я не просто так зависла на мае. Здесь... Здесь расступается, как если бы сказать... Развергается яма. Или как это сказать? Трещина. Не трещина, яма. Прямо вот как... Как если бы вдруг образовала... Вот как в ванне, если воду спускаешь, вода налита, спускаешь воду и начинает появляться... Сначала появляется такая ворона. Ну, такой как бы... А потом она становится такой уже до этого. Так вот это появление вмятины... Вот... На сток воды. Да. Знаешь, который захватывает, получается, втягивает. Все это и втягивает. Информация будет втягиваться. Но это на завершение игры. И дальше. Очень много здесь, вот прям вокруг вот этого мая... Ну, в мае. Вокруг вот этого востока очень много будет... Здесь будет и говорильня. Шума, да. Здесь... Да, шума. Здесь будет бульканий. И они очень разные. Много-много-много-много. Прямо вот много. Все будут выражать мнение и все будут делить, кто будет дальше участвовать в следующей игре. Это же все-таки финансовая игра. Но при этом я четко вижу завершение. Завершение. И знаешь, у меня аж мурашки пошли. И знаешь, что появляется? Появляется почва. Плодородная. А вот у меня вдруг, да, появляется чернозем. Представляешь? То есть сади. У меня аж мурашки потел. Пассивная в Украине будет? Ну, даже вот не зависая, у меня сразу, у меня как-то даже удивление, конечно, будет. 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 Я ведь сейчас даже не думаю вообще. Так, если... Если дальше... А смотри, чем чернозем, при этом я чувствую грязь. Чернозем опять, я чувствую грязь. То есть время борьбы будет. То есть... Ну, как борьбы? Борьбы я не люблю. Дело собственности. А, точно. Кому-то питательная среда. Точно. Кто-то ее грязь будет прикрывать. Точно. А теперь, если смотреть дальше, то дальше у меня прям натурально, что произошло. Прямо как будто... Движение. Очень сильное движение. Это июнь, июль. Сейчас скажу, какое оно идет. Оно идет естественное, как результат. То есть... Не запланированное. То есть не... А оно как результат. То есть оно есть... Как если бы в природе там что-то произошло, и естественно потекли бы... Вот естественное. То есть движение, которое... Но это все будет служить развитию или дальше разрушение? Я так понимаю, дальше идет развитие полностью. Я бы сказала, смотри. Я бы сказала, а по-другому быть не может. Я бы вот так сказала. Жизнь... У меня даже внутри звучит... Жизнь продолжается. У меня даже звучит внутри. Жизнь продолжается. Но при этом будет очень много смывать нечто. Все равно будет как грязевыми потоками где-то смываться. Да, информационного будет мусора. И он именно будет... Да, да, да. Грязевыми потоками смываться. И вот тут очень важно, чтобы у людей в головах было, если ты будешь в этом грязевом потоке, тебя смоют. Тебя смоют. Если ты останешься наблюдателем, ты остаешься в своем потоке. Даже если не наблюдателем. Да, да, да. Даже если не наблюдателем. Если ты не будешь... То есть наблюдатели, это внимание уже там. А как заниматься своими делами. Тогда вообще просто никак. Ничего не будет. То есть грязевые потоки, они такими тонкими. Я так понимаю, что по всему миру. По всему миру. По всему миру. Знаешь, на что это похоже? Образно потоки грязевые, как прощупывание, или как вероятность, или как возможность, как предложение. Как остаточная борьба за выживание вот этой игры, которая была. Вот. Как остаточная борьба. Четко. Как остаточная борьба за выживание вот этой игры, которая была. Когда мы говорим, весна борется с зимой, да? Вот это по типу этого. Когда то снег идет, то колючий этот дождь, то вот остаточная вот эта. И если, то есть потоками такими по всему миру, как тоненькими предложениями, где зацепиться и где зацепилась, там метастазик будет. Там будет метастазик и вероятность заражения болезней. Коль я это вижу, я это сразу, блин, я это прям вообще сворачиваю. Я четко осознаю, что вспыхнуть может в любом месте в мире. Вообще, блин, это вообще очевидно. Сворачиваю. Знаешь, на что это похоже? На трещины зеркала. На следующий уровень. Заход на второй. А мы это забираем, да. Потому что сознание не произошло, злость неосознанна. Неосознанно. Грязь. Грязь неосознанна. Грязь льется вместо чистой воды. Да. Убирай. Теперь посмотри границы. Ключевые вопросы. Беларусь, Россия, Украина, Европа. Границы. Световая часть развития экономики. Знаешь, что я скажу? Я очень мягко, очень мягко чувствую эти границы. Настолько мягко, как если бы как если бы это было нечто одно целое, да, и оно вдруг как морщиночка. Вот границы как морщиночка появляющиеся. Как морщинки остались. При этом я четко чувствую эти морщинки это одно целое. То есть, знаешь, как в коже морщинка, углубление, а там тыц, улыбнись. И эта морщинка, она разглаживается от улыбки. Или как детское личико, оно просто вообще не предполагает морщинок. Вот, понимаешь, как вот и тепло. То есть, я скажу так, я чувствую, конкретно чувствую, как хотите, можете что угодно, но я, они будут исчезать. Они будут исчезать. Они должны исчезнуть, да. И безвизовый въезд должен быть. Они будут исчезать, однозначно. Я чувствую. Мало того, я скажу еще, такую штуку, от которой глаза будут широкие. На самом деле, это идет омоложение. И эта игра, игра пойдет, я, блин, у меня аж слезы пробивают от чистоты. Это игра в молодость. Это игра в жизнь. Это игра в жизнь. Это не умирание, не засыхание. Это в жизнь игра. Это жизнь, это игра в жизнь. Это новая игра. Это новая игра. Блин, где эпицентр? Эпицентр? Ой, как это красиво. Вообще, вообще, эпицентр, назови, назови это, можно назвать, мы можем с тобой сказать, там, где мы, в Беларусь, но я тебе скажу так, это наш континент. Именно наш континент. Никак не американский. Это наш континент. Именно давай назовем три страны эти. Вот именно эти три страны. я не могу выделить. Я, вернее, хочу, я понимаю, что, я понимаю, конкретно понимаю, откуда все это, где это сейчас прям бьет фонтаном этим, да, жизни. Ну, тогда могу сказать, это Беларусь. Могу сказать. Но и в то же время это один единый источник вот жизни. И он здесь. Это разум здесь. Разум. Это разум. Это разум. Он здесь есть. Блин, это мудрость. Это разум. Во-первых, Россия дышит очень хорошо. Прямо она дышит. Она как будто, она как будто оживает. Она как будто, знаете, если в баню сходил, потер кожу, и кожа начинает такая, такая вот, она как будто вот такая. Она дышит. Как каждая клеточка дышит. Беларусь. А давай сейчас перейти на то, что будет происходить здесь с экономикой, с рублем и будет ли здесь офшорная зона. В Беларуси? Да, свободная зона. Зона свободной торговли, назовем ее так. На самом деле сейчас очень большие возможности, очень большие возможности у Беларуси. Очень большие. И что ты сказала мне спросить? Зона свободной торговли и все, что будет здесь происходить с валютой. Свободная экономическая территория. Я не могу сказать конкретно прям потому что каждое мое слово я сейчас осознаю. Каждое мое слово это сразу создание игры. И поэтому я могу лишь только я чувствую очень большие возможности сейчас. На самом деле мы сейчас находимся в очень больших возможностях. Когда что хочешь то и сади. Просто посади блага. Они будут прямо как плодородная почва. Вот для этого. Просто стань создателем той жизни которую ты хочешь. И я тогда пользуюсь тем что мы все таки с тобой весь мир апокалипсис. Я сейчас скажу немножко апокалипсис которым мы сейчас живем. На самом деле мы живем в апокалипсис и это невероятно шокирующая штука скажу невероятно шикарное время. Самое красивое время. Потому что это время смены игры. И сменить эту игру можно абсолютно без перезагрузки цивилизации. Без потерь. А просто как проснуться утром. И тогда мы будем садить. Сколько мы пришли к посевной. Давай садить. Что мы хотим здесь видеть? Вот мы хотим. Вот две сидят женщины которые мечтательницы там. Нет мира всего. Космонавтки. И вот две космонавтки сейчас садят. Что мы садим? Первое мы садим свободную экономическую территорию которая распространяется с Беларуси на Украину на Россию на Европу. Просто эпицентр здесь хвал мы. И здесь будут развиваться малые бизнесы. Акцент на семейные бизнесы и на ИП. Вообще можно даже ИП отменить. Это будет называться физлицу. И полная отмена налогов 1% оборот. Как в Грузии. При этом создается возможность, чтобы ты мог благодарить государство в том объеме, в котором ты хочешь его отблагодарить, чтобы оно расцветало, чтобы были прекрасные дороги. когда ты создаешь, что ты живешь в этом государстве. Да. Ты создаешь сам это государство. Свой дом создаешь. Да. Ты как свой дом делаешь покупку. Ты хочешь хорошую дорогу, ты хочешь хорошее образование своим детям. Тогда поблагодари эту систему, это государство. И каждый благодарит. И благодарности они в своем большинстве всегда, они всегда больше, чем любые обязаловки. Таким образом, полностью прозрачная система. Один процент остальной благодарности. И процент высокий за вывод денег с этой территории. Как в нормальном офшоре. И здесь полностью сняты все лимиты, все ограничения по финансовым операциям. Это огромный мировой банк, куда устремляются все. Это круче Панамы или Виргинских островов или или или. Это здесь делается. Это мировая банковская система. Это сердце земного шара. И старт отсюда. Соответственно безвизовый въезд везде. Виза вообще это глупость. Вообще с точки зрения парадокса разделили землю на части из-за пересечения той черты, что вы поставили. берете деньги, стоите в очередях и бегаете с бумажками. Да это херня какая-то собачья. Я вообще это не понимаю. Это парадоксальное восприятие. Убираем эти визы. Это глупость. должна быть. И очень быстрый расцвет развития экономики, государства, людей, индивидуальных бизнесов. Все по интересу. Вот то, что я чувствую, здесь есть избыточный людской потенциал, когда человек не знает, чем биомасса, грубо говоря, роботы, роботизированная часть. Вот она направляется в сельское хозяйство. Сеять, пахать, играть в эту игру. В счастье. Да будет так. И теперь сжимай время, чтобы это имело максимально быстрое проявление в жизни. А когда сжимаешь время, что вылазит? Появляется вот эта информация, она начинает прорастать. Знаешь, когда ты как свет, вспышка и игра. И как на сцене зажигается свет. И пошла игра. Новая игра. Игра в новый уровень развития человечества. И здесь чувствуется любовь. То есть искренность, тепло, тепло чувствуется. И так становится именно тепло. И это мягкое тепло. Мягкое. И я просто знаю, что люди начнут чувствовать это. Будут просыпаться, просто просыпаться, как от такого сна. Тяжелого сна. Дурного, тяжелого сна. мягкое. Знаешь, когда человек под чужой игре, в чудом кошмаре. Когда человек под гипнозом, а потом гипноз сходит, он, ой, что это я. Вот как будут просыпаться. Гипноз сходит, пора, чтобы он сходил. Слишком его много в нашей жизни. Мути. Слишком много мути. Пора отфильтровать. И солнышки. Я уже делаю все это. И сжимаем. Защелкиваем. Да, еще ни разу мы создание не демонстрировали на видео. Я просто смотрю дальше. Даже открывать глаза не хочется. смотрю и чувствую дальше. как оно время создания. Время создания. Создавать. Потому что движение световое как материализующее. Вот сейчас самое ключевое это чтобы люди включились в процесс создания осознанно. Каждый использовал свою голову для чужой или для своей. А не разрушение. А создавать это самое сложное. У человека 2-3 хочухи. ну 10 хочух. причем как правило тупых которые ему не нужны. И все на этом его создание закончилось. А дальше ой что бог пошлет. Даже мечтать не могу об этом. А где тут бог? Это ж ты проснись чувак. Стань хозяином в своем доме у тебя мыши хозяин на столе. И он говорит не 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 я же переходим. Фиксировал. А на чем у меня слеза даже пробила? А на новой игре. На новой игре. И она такая очевидная прям вообще. Прорывается. Сейчас такая возможность. Чистая вода. Живая вода. Вот она жизнь. Новая игра это когда оживление идет. Живая вода. Живая вода и мертвая вода. Да. И поэтому предсказания. А смотри когда-то мы делали предсказания по ковиду. И то что мы говорили. Потом мне даже в личку писали. Да вы чуши наговорили. Да вы смотрите люди умирают. И потом как заткнулись и после этого начали писать. Наталья как же вы были правы. Так вот задумайтесь люди. Вам нужно шоу или вам надо включить разум. То есть смотри в чем чужое шоу. Шоу чужое чужое шоу. Мало того как ты посмела не играть в эту игру а вдруг это осоздаешь какую-то фигню. Почему вы с ковидом ерунду несете. То есть как ты посмела не играть. Мы тут бегаем с этими масками с ПЦРами. Ну и побегай сейчас с этими масками. мне так нравится что в Беларуси был разум на эту тему. Единственная страна где был разум. Мы же даже с тобой ездили в Грузию и что нам говорили про Беларусь? Разум. Здесь у вас был разум. Да. А сейчас в Европу до сих пор не пускают без этой ерунды. Они все еще не наиграли. Они еще все не в разуме. Они еще биороботы. Биороботы. И тут же как только ой Европа ой автоматический сценарий пошел. Даже у белорусов. Как только про Европу разговор тут же глаза такие какой-то да. Что новый хозяин скажет. Да. Капстец. И все это на полном обесценивании себя. С чего мы начинали на курсе ценности? Как только убираешь вот этот конфликт по ценности себя у тебя так эти кружочки сворачиваются как где я? Да. А где я в этой игре? Гипноз уходит. Гипноз уходит. А гипноз рождается на обесценивании себя. Конечно. Я никто и звать меня никак. Спи. На овен. Спи. И спит. И спит. И ждет. И еще гипнотизер уходит и говорит добей меня контрольным головом. Выстрели меня как лошадь. Блин. Что-то этот подкаст у нас веселым получился. Зато он очень крутой. Все забыть не можешь. Вспоминаю, блин. Как настроить мозг. Америка мозг. Сразу ржать когда начинается. Фу.